Короче, помните, мы готовили уже как-то курочку? Сегодня мы решили снова ее поготовить, только на этот раз не запекаем в духовке, а обжариваем на сковородке. У нас, значит, идут вот такие самые простые, самые обычные специи. Вот здесь идут яйца. Сейчас сковородку накаляем. Здесь уже греченька, ну, по традиции, все готово, да, как бы гречечка готова. Берем это филе, я его отбил вот этими руками, у меня даже здесь осталось немного еще курочка, потому что нет отбойного молотка. Вот, оболакиваем в яйцах, потом в специях и на сковородочку. Посмотрим, что у нас из этого получится. Я думаю, должно быть вкусно. На сковородочку. Берем следующий кусочек. Итак, по кусочкам, по кусочкам. В яичках, в специи, в яичках, в специи. И выкладываем на сковородку. Вот, уже пошла у нас. Мне кажется, выглядит уже вкусно, я уже хочу, прям, уже кайфую сам. Вот так в яичках оболакиваем. На сковородочку. В специях. Вот, где-то у нас уже специи не хотят клеиться, я знаю, много яиц там. Вот такая сковородочка. Там булочка прилипает из-за яйца она. А? Из-за яйца прилипает больше. Ну да. Вот, уже пошла. Уже пошла возня. Уже пошел приятный запах. Поэтому, как вы видите, мы отлично справляемся нам. Не обязательно, мы сами убираемся, сами готовим. Прекрасно. Так что, я не пропаду, даже если моя жёнушка не будет готовить, я не пропаду. У нас первый кусочек уже есть какие-то. Ммм, выглядит просто золотистая корочка. Выглядит реально пленит. Покажем, пока мы любим. Эту золотистую корочку, она выглядит потрясающе. Очень аппетитно. Не подумай. Ну, мы перемешиваем со специями сейчас. Яйца со специями. У нас реально импровизирует шоу готовки. Но, мне кажется, это не помеха. Будет все равно вкусно. Если мы видим, что корочка уже побелела, можно сказать, что она готова. Она приобретает такой... Она будет очень мягкая, сочная у нас. Но вот внутри еще... Еще пусть приготовится. Мы ее с разных сторон обжарим сейчас. Доведем нашу корочку до совершенства. Это прям как киевси. Покажи им вид. У нас просто... Кажется, что вот все горит, но это не так. Просто специи отковыриваются и обугливаются. Ты говорил, что там что-то справишься без жены, что-то, что-то говорил там. Брат, сейчас, когда все сядем потом, ты в этом сам убедишься. Ладно, можно выгружать первый, давай. Вот ты думай. Вот первая партия. Сейчас мы эту сковородочку очистим. Это вот сюда. Это будет бомба. Брат, я чувствую, что мы ее сегодня нормально покушаем. Но на самом деле мы для себя выработали новую технику. Мы теперь никогда не объедаемся и стараемся кушать до момента легкости. Потому что переедание, оно, знаете, это когда человек поклоняется инстинкту самосохранения. Это всегда плохо. Вы, наверное, замечали, когда ты поешь плотно, тебе уже ничего не хочется. Потому что мозг отключается и вся энергия направлена на то, чтобы переварить пищу. И уже сложно что-то творить, о чем-то думать, что-то создавать стоящее. Потому что все твое тело, весь твой организм, все силы уходят на то, чтобы переварить еду. Поэтому кушайте до момента легкости, когда вы ощущаете легкость внутри. То есть оставляйте часть уже в себе для творчества, для свободного дыхания. Чтобы вы поели и вышли из-за стола такие легкие. Они так, чтобы пожалили, такие, ааа, уже ничего не могут сделать. Если вы так кушаете, меняйте подход, потому что это одна из причин, по которой тормозится ваше развитие. Выглядит, да? Это выглядит приятнее, чем тут. Мы на самом деле очень консервативны. У нас ничего нового. Мы не изгоряемся в еде, мы не бурманы. Мы просто сейчас сядем вот с этой прекрасной гречкой. И вот представьте, как там-то будет гармонично выглядеть с курочкой. Мне кажется, это... Единственное, у нас не хватает виолы. Обычно вместо соуса мы всегда шамелим, используем виолу. Это такой сыр сливочный, продается в любом магазине. Я вам советую, попробуйте. Брат, ты сейчас вообще снимаешь, не ты этот человек. Тебе снимаю. Тебе кажется. В общем... Да хоть мыть-то потом помоешь, снимай. Я не могу, смотри, да это грязь. Хе-хе-хе-хе-хе. Мне бейся прям. Потом уберешь, да. Не снимай, сейчас готов. Ты оператор, Олег. Я хочу, я хотел сказать, что я задулась тебе. Виолу. Виолу мы используем вместо соуса. Попробуйте хоть раз в жизни взять гречку, курочку. И сливочный съесть. И берете вот так в гречку, потом... А нет, в виолу, потом в гречку. И курочка закусывает, и получается просто бешеный вкус ряде. Это прям полотисто. Курочка, я думаю, уже готова. У-у-у! Что-то нам не хочется сковородочек сюда, видимо. Финальный, давай. Хорош. Шиповар. Я? Прошу к столу! Я за рубаха шлепнусь. Так, это греча. Прошу. Хлеб, достай лаваш. Так, ну что, можно, я думаю, попробовать уже какую-то первую. Ты, смотри, гречку солил? Да, чуть-чуть. Чувствуется? Перфектно. Угу. Он прекрасный. Когда я ем, я сыт и не ем. Это бомба, внутренность она беленькая, все свеже. Дончик не тот и не верит. Да. В общем, ребят, готовьте курочку, гречку, кушайте, будьте здоровы и не переедайте. Вы не думайте, что мы все это сейчас съедим. Мы сейчас покушаем, уберем холодильник, а ужин потом еще раз повторим. Так что, мир всем! Подписывайтесь на мой канал и ждите следующую курочку. Субтитры сделал DimaTorzok